И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Я вот не понимаю, что у нас сегодня в игре вообще происходит. Быстро приходится записывать уже второй ролик. Они решили сделать, что ли, все обновления и все анонсы в один день. Сегодня у нас в игре появилось ещё одно обновление, которое выйдет у нас завтра. Это правки в балансе. Опять у нас меняется баланс наших любимейших пушек, устройств. И добавляется одна определённая новая интересная, возможно-таки, функция на дроны. Сегодня обо всём этом мы поговорим, и я думаю, что если вам всё эта тема интересна, то вы должны поставить прямо сейчас палец вверх и, конечно же, написать в комментариях, что вы бы хотели, чтобы завтра я всё это дело сам затестировал, посмотрел, пообозревал и пришёл вообще к какому-то определённому своему мнению, решению и вообще рассказал вообще, как у нас всё это будет выглядеть уже завтра при обновлённой версии. Что же касаемо пушек, то здесь у нас подвергнулись балансу, вулкан и шафт. На шафт это только устройство, которое бьёт тремя быстрыми выстрелами. Явно данное устройство было имбовым, и я считаю, что, в принципе, в какой-то степени было бы разумно его занерфить. Но, безусловно, вы понимаете, что всё это делается после только того, когда игроки пользуются хорошим устройством, играют комфортно на нём, покупают его, нагибают, и потом разработчики видят, что оно начинает нагибать, что его начинают скупать. Ребята кристаллы потратили, поэтому время пришло его занерфить. Следовательно, его уже завтра понерфят. Что же касаемо самого вулкана, то там, помимо изменений в устройствах, есть ещё много нерфов, можно так сказать. Я думаю, что вулкан вообще категорически и полностью испортят после сегодняшнего дня. Завтра уже с рестартом будет совсем другая пушка. Поэтому, ребят, если вы смотрите данный видеоролик 10 апреля, советую вам поиграть на вулкане ещё немножечко, нагибать, можно так сказать, на данной пушке, потому что я уверен, что завтра уже данная пушка не будет прежней. И устройство зажигательное, именно таки, лента вообще перестанет нагибать. Урон на данной пушке станет меньше. И я не знаю, честно говоря, к чему приведёт данная вообще обновы и данная пушка, но будем вообще смотреть и надеемся, что не всё так плохо будет с данной пушкой и что на ней можно будет ещё как-то вообще поиграть. Также, если у нас вообще забыть про шафт нерф данного устройства, то можно сказать, что шафт ещё хоть более-менее как-то будет нагибать, потому что с ним можно играть без устройства. Все вы, ребят, знаете, что я прокачиваю сейчас с нуля ещё аккаунтик на только шафте. И как бы, когда я увидел, что данное устройство больше не будет нагибать, потому что вы сами понимаете, что как только бы я достиг звания майор, если не ошибаюсь, или с какого... С полковника, походу, открывается данное устройство на три выстрела, я бы обязательно его бы прикупил и бы просто на изи катки там бы нагибал бы с ним. Но его нерфят, а это значит, что на шафте придётся уже играть без никаких таких имбовых устройств. Но я думаю, что, в принципе, если пушку дальше нерфить не будет, то никаких проблем в этом плане не будет. Значит, пушка сохранит свой нагибучий, можно так сказать, баланс, и как бы меня всё устраивает. Что касаемо Вулкана, сейчас прямо могу с уверенностью сказать, хорошо, что его нерфят, потому что в последнее время есть моменты такие определённые в катках, когда вот реально, сука, бесит от того, что просто какой-то игрок тупо зажимает пробел и тебя нагибает. Поэтому, возможно, это более правильное решение, и, следовательно, данное устройство понерфит, саму пушку понерфит, и в этом плане станет меньше примитивных игроков, которые за счёт этого могут просто спокойно нагибать противника. Дальше, дальше у нас дроны. Появляется новая функция как дополнительного бонуса. Я так понял вообще эту всю фишку, которая прокачивается от 1 до 5%. Он может работать как дополнительный урон, так же и защита корпуса. Я так понял, что это будет новая как модификация, новая функция к дронам, в которой придётся тратить большое количество кристаллов. Безусловно, это, я думаю, что не такое дешёвое увлечение, и всё это дело будет стоить большого количества именно таких кристаллов. Но для всех тех игроков, у которых есть основные аккаунты, как, например, у меня и те ребята, которые уже всё выкачали, то данная функция внесёт, наверное, какой-то новый интерес. Возможно, это внесёт какую-то новую вообще определённую лепту в игру. И посмотрим уже завтра на данную функцию, потому что я до конца не понимаю, как она вообще будет работать. Но если она даёт дополнительный бонус от 1 до 5%, следовательно, вы сможете на определённых вооружениях, ну и плюс на корпусах, иметь какую-то дополнительную возможность. И за счёт неё, возможно-таки, вам будет проще нагибать, плюс дополнительных 5%, ни много ни мало. Но всё же я думаю, что это какой-нибудь дополнительный громчик, например, по урону, да, либо же на Жиге это какая-нибудь там одна, получается, 20-я часть баллона. Ну, в общем и целом, я думаю, что неплохой буст для всех тех ребят, которые не знают уже, куда тратить кристаллы. Ну и разработчики, я думаю, что уже не знают, что такого умного придумать, поэтому будем интересно, наверное, смотреть на всё это происходящее завтра. Ну и раз я уже как бы начал записывать данный обширный, можно так сказать, побольше ролик, вброс информации по овердрайвам я уже сделал, выложил данный видеоролик, сегодня этот уже видос у нас получается второй. То могу сказать насчёт овердрайвов, то, что очень стрёмно выводить сейчас овердрайвы, как по мне, очень скользко, я бы даже так сказал, обновление. И мне очень интересно, что произойдёт у нас в игре завтра, насколько интересно вообще повернётся вся эта ситуация, будут ли лаги, все ли баги с данными устройствами, какими устройствами, с данными овердрайвами понерфили. Надеюсь, что ничего лагать не будет, вот просто надеюсь, потому что такие обновления могут привести реально к краху проекта, и явно после завтрашнего рестарта игра уже не будет прежней, и это уже будут совсем другие танки онлайн, с этими новыми овердрайвами. Поверьте мне, баланс изменится. И даже такое, как бы, кажется незначительное изменение в виде овердрайвов, они реально изменят определённый баланс в том же матчмейкинге. Не знаю, в про-битвах много ребят играют на овердрайвах, но даже если и там будут ребята их использовать, там тоже всё поменяется. Поверьте мне, и в какой-то степени я, честно говоря, можно сказать, недоволен, можно сказать, поражён, что всё же выходит данное обновление. Я до коса, до последнего думал, что оно не выйдет. Серьёзно, я вообще не представлял себе разумным вывести данное обновление. Возможно, моё мнение поменяется, возможно, в дальнейшем я наоборот скажу, что это офигенно крутое обновление, которое, например, может даже поднимет танки. Я не знаю, серьёзно. Но пока у меня складывается такое впечатление, что это реально будет плохое обновление, которое ни к чему хорошему не приведёт. И то, что данные овердрайвы будут какой-то тупой составляющей, наверное, игры, которая изменит игру не в лучшую сторону, а наоборот в худшую. И при всём этом раскладе будет настолько некомфортно играть, потому что я уже сейчас понимаю, что с теми овердрайвами, которые появятся завтра, есть овердрайвы на того же Хантера, на тот же Титан. Они такие противные, и как будет неприятно. Я уже сейчас знаю против них играть. Да даже тот викинг, который будет потом нереально круто дамажить, его 100% потом будет нерфить. Эти овердрайвы будут так же самое менять. Там один будет овердрайв нагибать, второй овердрайв перестанет нагибать. Потом это будет всё перебаланчивать. Я не знаю, серьёзно, вот к чему это всё идёт? Вот к чему идут эти все новые какие-то движения? Уже эти устройства нерфятся, перенерфятся? Можно же сделать определённый какой-то центральный баланс. Но танки идут немножко по другой дорожке. Я бы даже сказал, по какому-то своему тонкому льду. И рано или поздно баланс должен был быть уже нормальным, примерно равным. Но постоянно какие-то добалансировки, перебалансировки происходят. Ребята какие-то вкладываются в одни пушки, в одни устройства. Потом всё это дело, конечно же, меняется. Вы покупаете новые устройства. Но это в какой-то степени маркетинговый может быть ход. Возможно, это какой-то другой совсем интерес от разработчиков. Но всё равно я до сих пор, даже не то что думаю, я знаю, что очень мало игроков именно таки со стороны разработчиков играет в данную игру. И на каких основаниях происходят все эти перебалансировки, переобновления и выходы вообще новых всех движений, я серьёзно до сих пор не понимаю. То есть вот кто пишет эти комментарии, или на чём вообще мотивируются и вообще на чём происходят эти перебалансировки. Кто этим заправляет и кто за этим всем следит. Вот мне такой вот вопрос имеется сейчас в голове. И до сих пор для меня много вещей в этом плане непонятно. То есть как бы происходит бывает настолько глупые перебалансировки. Да ладно, сейчас как бы с Вулканом всё понятно, всё предельно просто. Но это же не первая перебалансировка. Это же уже какая у нас по счёту? Пятая, шестая, седьмая. После всех этих выходов новых устройств что-то меняют, что-то добавляют. Можно же было сделать какой-то определённый центральный баланс. Но постоянно у нас игра не стоит на месте. Постоянно что-то меняют, что-то перекручивают, перемудривают. И к чему это всё в дальнейшем приведёт, я даже серьёзно не знаю. Много вопросов в моей голове по этому поводу имеется. Что вообще вы думаете по этому поводу? Как вы относитесь к новым овердрайвам? Что вы думаете, это будет новый буст для игры? Это будет новый интерес с вашей стороны? Либо же вам наоборот будет неинтересно всё это дело видеть? Ну и конечно отпишите по поводу Вулкана, по поводу Шафта. Что вы думаете на этот счёт? Вот нормальное ли обновление с именно таки перебалансировкой? Считаете ли вы достойным нерв данного Вулкана? Я считаю, безусловно, достойным его. Ну а что касаемо Шафта, здесь я наверное бы так сильно бы всё это дело не менял. Надеюсь, что как бы даже данное устройство продолжит в какой-то степени нагибать. Ну а пока я думаю, что стоит перемещаться на те пушки, которые до сих пор нагибают. Это конечно же Жига, это конечно же Страйкер, тот же Гром. Ничего у нас в принципе не будет ещё пока меняться с данными пушками. Это значит, что на них можно продолжать нагибать. Но уже я думаю, что совсем скоро всё дойдёт до определённых Жиг, на которые прямо-таки сейчас я играю. Именно-таки на Жиге без горения. Также и до Страйкера всё это дело дойдёт. И Уран этот продолжит нервить, потому что он до сих пор продолжает нагибать. В общем, много интересных движений всё ещё нас ждёт в игре. Я тут что-то сегодня очень много решил побалаболить. Я думаю, что вы мою идею поняли. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно, ребята, не забывайте прожимать лайкосик, подписываться на канал. И, конечно же, не пропускать новые видеоролики. Интересно также, конечно же, всегда ваше мнение. Пишите по этому поводу в комментарии. Читаем, обсуждаем всё вместе с вами. С вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok